Продолжение следует... Ну что, товарищ? Слышь, товарищ, интересно, что-то в растишке есть. Я тебе сейчас его зачитаю, товарищ. А потом, если ты захочешь, ты его подучишь. Можешь микрофон поднести поближе, чтобы я тебя лучше слышал, да. Я тебе его зачитаю. Ты меня услышал, товарищ? Микрофон поднеси поближе. Товарищ, я с другими разговаривал, ничего не подносил. То есть ты принципиально не будешь делать то, что я тебя прошу, потому что я тебя плохо слышу. Но ты хочешь, чтобы я запомнил твое четверостишее? Все услышал. Смотри, какой ты товарищ. Я напрягаюсь, я не люблю напрягаться, родной. Родной, я не люблю напрягаться, я еще раз говорю. Если ты хочешь, чтобы мы разговаривали дальше, сделай что-то с микрофоном. Поближе поднеси его или наоборот отодвинь. Или как-то, чтобы я тебя слышал получше. Ну ты уж меня слышишь, товарищ. Плохо, напрягаюсь. Ладно, товарищ. А сейчас, товарищ? Вот сейчас. Вот ты молодец. Все, товарищ. Все, товарищ. Тогда я тебя зачитываю. Давай. Ты тебя растишь, я считаю, классно. Давай. Внимание. Ты и дальше воюй, дурачок. И получишь от Вовки значок. Вовка это Путин, который хуело. Вовка. Теперь за мной повторяй. Ты и дальше воюй, дурачок. Давай, повторяй. Ну, товарищ. Ты и дальше воюй, дурачок. Дурачок. Так. И получишь от Вовки значок. И получишь от Вовки значок. О, видишь как, товарищ. Кстати, скажи мне, скажи мне, как вашего президента зовут? Как вашего президента зовут? Я тебя спрашиваю, вашего президента как зовут? Конечно, я способен. Ты не знаешь, на что только я способен. Назови мне, пожалуйста, имя своего президента, товарищ. Назови, подожди, назови имя своего президента. родной подожди 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 родной не так не пойдет того ну зачем зачем мы так нехорошо делаем ты мне задал вопрос я ответил ты мне прочитал четверостише я тебе про воспроизвел его да теперь я тебя спрашиваю назови мне пожалуйста товарищ имя вашего президента отвечая я тебе скажу его зовут вовка вовка так и получишь от вовки вот видишь вот 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 видишь ты молодец наконец-то ты правильно начал говорить наконец-то ты начал говорить про я даже движка даже за тобой повторил родной отлично товарищ но товарищ до поставлю запятой перед но товарищ кроме значка который вам дает вовка вовка киллер который путинку его не не подавать слушай товарищ а были я в обмене этого товарищ товарищ оставайся нет и же послушаем послушай я тебе сначала мнение я должен закончить даже при уважении к твоему возрасту ты делаешь некрасиво ты пользуешься моментом что я культурный человек отношусь с уважением к твоим годам твоему богатству и ты пытаешься говорить в то время когда говорю я это не некрасиво молодой человек вы должны как-то подчиняться ведению диалога и быть знаете как то вот знаете сжато вести вот свою мысль доносить вы заслышали когда-нибудь пословицу вернее фразу кратость сестра таланта попытайтесь вы же меня попросили против процитировать четверостиши я процитировал потом я вас попросил определить кто есть вовка вы как-то завуалированно сказали что вы не знаете вовчика хотя вовчика знаю вовку знают все вовку весь мир уже знает он даже в журнале вог он журнале time он журнал каком только журнале вовки нету то есть вовку знают все теперь я хочу от вас узнать что такое значок от вовки как он выглядит только пожалуйста без эпитетов мы же культурные люди мы без эпитетов бы без всяких там всяких ло и лир и все остальное молодой человек я вообще звук убрал я сейчас звук снова сделаю вы будете говорить давайте вот сейчас я скажу когда сцена ваша сцена вашего микрофон 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 товарищ 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 я иначе вот я передам товарищ санкт-ленинграда . виде звездочки товарищ покажите мне какая звездочка давайте давайте я надеюсь вы по пути и заодно унитаз мне покажите а то тут все говорят про чудо унитаза я никогда не видел давайте микрофон поднесите пожалуйста я вас не слышу молодой не убегай товарищ так куда я убегу я надеюсь я не испугаюсь вашего чудо техники унитаза слушать а почему у вас вот потолок тоже досками как пол выложен на случай если вдруг ветер перевернет дом и можно будет по потолку ходить спокойно и не обращать внимание что это потолок а не пол товарищ ты видел мой пол но я просто вижу ваш потолок я не видел ваш товарищ ты видел мой нет покажите это будет во второй серии покажите мне пожалуйста унитаз а когда она будет из московии а это когда я решу а куда вы ушли вы вообще вы по кругу ходите вышел как этот кот ученый я не заикаюсь я просто пытаюсь определить почему вы вдруг начинаете повторять великого русского писателя пушкина вернее движение одного из его персонажей по цепи кругом сейчас обошли вокруг и вернулись на то же место и опять пошли по кругу ну что с вами ход ученый слушай товарищ я слушаю товарищ слухаю микрофон микрофон родной микрофон родной ну микрофон поднеси так мы пошли на третий круг ну показываю унитаз уже дошел стой назад задний ход родной никуда не убирай я пошел я пошел если не покажешь унитаз я ухожу я считаю до трех раз я тебя не отпускаю два три я пошел ты меня обманул я тебя тоже я ухо я тебя не отпускаю а я все равно убегу я как колобок я от бабушки ушел и от дедушки ушел ты будешь ты будешь жучкой это по-моему хороший знакомый евгения сила в правде любитель произносить товарищ из санкт-ленинграда но что-то этот раз у него и микрофон плохой и вообще человек такой два раза в туалет сходил не раз унитаз не показал ну такое дело вле дорогие гости хилла пляжа облик алик плезир вошли просто от страх все слова плоскакали алексис они что по нашим совсем не понимает достатньо непогано а вы очень приятно у меня тоже хорошо все слава богу я знаходитесь я дома а где ваш день волгоград а вы я с киева зараз у львови ухты а вам запрещено на русском языке во львове разговаривать да я просто никого российской не разговаривала да ладно бросьте вы самого киева так и вы никогда по-русски не разговаривали не ну я поверю что российской вы не разговаривали а на русском языке вы говорили то не не приходилось даму брючо добрость зачем меня обманывает а вы хотите сказать что я а как я знаю а как я знаю вашу мову я выучил ее наверно тоже где-то да так вышло я вас да я вас понимаю а почему так если у вас отдельный язык почему я вас понимаю можно очень много украинской мовы все можете нет а где я мог с украины начинала в резне ну вот вы сейчас разговариваете я вас понимаю вы специально пытаетесь говорить на украинском языке вам тяжело но вы стараетесь но я вас все равно прекрасно понимаю я не полежит не разговаривала российской ну вы знаете вы мне сейчас вы мне сейчас вы мне сейчас говорите что вы из киева родом и вы не умеете разговаривать на русском языке могу я поинтересоваться хотя в каком диапазоне ваш возраст в районе 30 я понял ваш возрастной диапазон примерно плюс минус 5 лет в каком диапазоне вы а як вы думаете ну думаю где-то от 25 до 30 плюс минус так в том районе правильно я правильно так если так так то значит вы должны разговаривать на русском языке потому что в больших городах считалось правилам хорошего тона разговаривать на русском языке особенно в киеве киев одесса киев одесса ну зачем вы до украинского мовы я не знаю звитки вас цель информации мало того я вам даже больше скажу даже во львове очень красиво разговаривать на русском языке да у меня мне очень много мне очень много львовян здесь попадались да вот именно львовяне в нескольких поколениях знаете рожденные во львове выросшие во львове и у нее не надо мне ничего показать у них там у них подождите а вы теперь уже знаете русский язык да а как вы можете знать нету россии но вот в киеве на каком языке вы разговаривали всегда в детском садике в школе знаете что мне наверно с вами становится скучно потому что вы меня обманываете я не люблю когда мне лгут мне не надо не надо нет не надо мне тыкать понимаете вы я вам даже скажу почему вы вот это пытаетесь вот когда я разговариваю я когда разговариваю с львовянами с тернопольчанами с ребятами с ивана франковска да вот с волыни даже у меня попадались некоторые меня спрашивают даже вы знаете спрашивают моего разрешения если ты не против я буду на украинском языке говорить потому что русский не очень хорошо знаю именно именно так именно именно так это нас именно так и говорят культура поведения я не я это культура поведения люди интересуются какой язык у тебя если я не умею на этом языке разговор ты не против если я буду на этом разговаривать и это нормально а это сидит свеже укушенная непонятно что ну цепсошница по всей видимости и говорит что она живя в киеве никогда не разговаривал на русском языке причем она не русский говорит на горит на российской мове придумали тоже себе российская мова нету российской мовы есть россия страна в которой очень много разных языков и народности и есть русский язык как один из языков россии до основной как язык междунационального общения но он один из языков которые там присутствуют а эти вот сферу своей убогости сидит такая вот непонятно что пони клуша и пытается умничать как тебя спрашивали со львова можно ли разговаривать на русском языке а что такое ты свою ущербность уже ощущаешь как только смотришь в зеркало что ли так получается или что люди выше этого люди выше этого и мое уважение мой респект к этим людям на французском английскому разговаривать вообще надо было с ней потренироваться до английского прикольно было в ладика давать